Всем привет! Я что-то не пойму, почему все молчат о том, как Беня Коломойский Порошенко развел. Или вы забыли, кто такой Беня Коломойский? Кто такая власть? Ну, власть это народ. Народ является носителем власти. Как вы понимаете, решение согласиться... Я даже не скажу, что я дал согласие, я дал предложение. То есть я предложил, давайте в Днепропетровск. Я поеду к губернаторам, и как-то это успокоит всех. То, что я сделал, и мой поступок, он не связан с тем, что я хочу навести порядок или что-то организовать там. Да-да, он самый бывший губернатор Днепропетровской области и большой любитель кофе. Мы с тобой идем кофе пить. Видите руки? Да идем кофе пить. Идем ты в Украину. А что ты боишься? Сюда пройдешь? Не, я иду туда. И, конечно же, замечательный обладатель трех граждан. Кроме украинского, израильский и кипрский. Фасхи? Да. А на скільки це відповідає? А в Конституції написано, що запрещено двойне гражданство. А якщо ви маєте... А тройне не запрещено. Я скажу, Путин, у нього выхода не було. Он бореться за свої інтереси, за інтереси России, і він президент России, а не України. Вам понятно? Или ви не поняли рамцы попутно? В общем, Беня Коломойський, наверное, один із самых хитрых украинских олигархів. В своє время он умудрился даже кинуть Романа Абрамовича. Поэтому друг по другими олигархами у него как-то не очень складывалось. У нас с Порошенко достаточно были сложные отношения с 2005 роком. То есть там у нас была... Были разные истории, поэтому мы не были... Я ж не так особо в течении 10 лет после 2005 року там не общались. Одним словом, Порошенко вспомнил прошлое и решил, что у Коломойського слишком дофига бизнеса. Поэтому решил этого бизнеса немного отщипнуть. Скажи, пожалуйста, что будет глава областной администрации в ночі у державной... Ну, чтобы с тобой хочеть увидеться. Другой возможности нет, как тебя увидеть, твое лицо. Радио Свободы. Ты со своей свободой сидишь, что ли, и караулишь, как тёлка своего неверного мужа. Игорь Валерьевич, так что? Ну что, ты заткнулся уже? Или про паспорта хочешь спросить? Ты паспорта тут дежуришь? Или что ты ещё дежуришь? Или презервативы использованные ты дежуришь? Где твой пи*** этот Лещенко? Ну, покажешь ты по своему телевизору или по своему интернету это? Алло, гараж! Что все ссылаются, Дымчишин приехал, говорит, у меня команда сверху. Говорю, а кто сверху? Говорю, кто вам рейдерам разрешил захватывать госпредприятие, нарушение процедуры? Х**, ты приехал в Транснафту, тут всё в порядке. Ну, сейчас еду в администрацию президента, будем с этими бумагами разбираться. Спелкуватываюсь? Спелкуватываюсь? Хочу задать вопрос, как в Украине, в Киеве, в центре города происходят рейдерские захваты в стратегическом предприятии русскими диверсантами? Вот хочу задать ему вопрос, как такое может быть? Под его именем, под его прикрытием? Вот сейчас буду спрашивать. Ясное дело, после подобных вопросов Игорь Валерьевич перестает быть губернатором Днепропетровской области, а через полтора года перестал быть и владельцем Приватбанка. Но напомню, Коломойский один из самых хитрых олигархов Украины. Поэтому перед потерей Приватбанка, Приватбанк немного потерял по денежке. Найбільший банк Украины – Приватбанк. Вже півроку як державний. Что с ним трапилось насправді? Чому у банку, клієнтом якого був кожен другий українець, утворилась величезна діра? Виходить, що коли банк був приватним, він роздав понад 100 мільярдів гривень фірмам-бульбашкам. А зараз ці фірми винні гроші вже Державному Приватбанку. І якщо не повернуть, то за них розрахуємося ми з вами, платники податків. Что? Тому що держава вже влила в банк облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 мільярдів гривень, щоб він не збанкрутував. І от, коли Приватбанк був націоналізуваний, в январі 2017 року починається аудиторська перевірка компанії «Ернстен Янг». І от чудо, вважається, що Приват видав компаніям Коломойського не 150 мільярдів, як заявляли в НБУ, а всього лише 9. Інспекційні перевірки Національного банку та стрес-тестування виявили нестачу капіталу Приватбанку. Понад 97% корпоративного портфелю, який становив 150 мільярдів гривень. І що ж це значить? А це говорить о тому, що націоналізація Приватбанка, по сути, була незаконною. Конечно, багато вопросів визникає і по поводу рейтингових агентств. Ми всі прекрасно знаємо, як робляться ці рейтинги. Вспомнить хотя бы Лейман Бразерс, ведь у нього був самый высокий рейтинг. Ну, перед обвалом 2008-го года. Но в любом случае, мне кажется, що Беня Коломойський сделал, ну все, очень красиво. За благовременно до націоналізации облегчил Приватбанк по денежки. Порешал вопрос с международним рейтинговим агентством. І тепер с легкостью сможет подати в суд і забрать деньги за Приватбанк. Кстати, совсем недавно, друзья Коломойського, братья Суркису, уже отсудили у Государственного Приватбанка полтора миллиарда гривен. Таким образом, Беня Коломойський по полной развел Порошенко. І тепер Ігор Валерійович сможет выйти із банковського ринка України с максимальной прибылью. По сути, продав Приватбанк України по стопроцентной стоимости. В то время, как большинство іностранних банков готовы продать свои дочерні банки в Україні. Но только за бесценок. І самое главное, Коломойський вышел в живые деньги, чим сегодня не може похвастаться ни один український олигарх. Так як українські компании сегодня ничего не стоят. А такі олигархи, як Ренат Ахметов, остаються олигархами тільки на бумагі. Так як їх состояние оценивається исключительно їх активами, заводами, фабриками. Которые, як ми знаємо, легко націоналізуються. На примері ДНР, ЛНР. Да, і продати їх счас також не змогуть. Кому нужні ці заводи і фабрики в країні, яка йде гражданська війна? Конечно, можливо, я в чому-то і не прав. Як-никак я не получаю ежедневний отчет із України, як Сергій Нарышкин. Але в любом случае, Петр Алексеївич. Надо менше пить. Надо менше пить. Надо менше пить. Менше пить. Дядя Пиня, дядя Пиня Маклер. Дядя Пиня очень любит ел. За рубли, за доллар и за франки. Он всегда устроит вам дюшер. Дякую. Дякую.